В воскресенье 16 июня в Олимпийском комплексе Лужники состоялось празднование юбилейного 30-го Всероссийского Олимпийского дня, частью которого стали мероприятия, организованные Российским Футбольным Союзом. Успехи Олимпийской сборной СССР по футболу в 1956 и 1988 году до сих пор остаются самыми яркими в истории нашей страны. Конечно, Российский Футбольный Союз принимает участие, потому что все-таки пока что есть живые, которые участвовали в 16-х Олимпийских играх. Это был 1956 год. Футбольная часть Олимпийского праздника стартовала фестивалем, в котором приняла участие команда РФС, одержавшая победы над соперниками из Аэрофлота и Олимпийского комитета России, но уступившая Карусели и Норникелю. Как итог третье место, бронзовые медали и отличное настроение, с которым играли и завершали турнир все его участники. Следом на поле появились экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин и защитник женской сборной России Ксения Коваленко, которые провели мастер-класс влюбленным в футбол мальчикам и девочкам. Это здорово и погода хорошая. Лужники здесь все любят спорт, занимаются спортом, много полей. Поэтому сегодня было много детей. Это здорово, что проводятся такие мастер-классы, что увлекаются дети. Сегодня было три девочки на мастер-классе. Это о многом говорит. Поэтому такое нужно устраивать как можно чаще, учитывая то, что в Лужниках есть место, есть возможности. Это здорово для детей. Известные футболисты показали детям несколько тренировочных упражнений и провели с ними товарищеский матч, разделившись на две равные по силам команды. Все участники матча сфотографировались с Дмитрием и Ксенией, а лучшие еще и получили памятные призы – мяч и футболку сборной России с росписями игроков. Все прошло позитивно, все молодцы, радуются, что были девчонки. Мы на самом деле начали с простого передачки, чуть-чуть поработали на технику и поиграли в футбол. Потому что какие-то сложные элементы давать им, ну пока еще рановато. Мы начали с Азов. В середине дня состоялся галла-матч между сборными летних и зимних олимпийских видов спорта, которые комментировал известный телеведущий Дмитрий Губерниев. Богатая на опасные моменты игра завершилась крепкой олимпийской дружбой, а все участники встречи получили памятные призы из рук экс-футболиста сборной России Алексея Смертина. В течение всего дня на фестивальной площади работал тент РФС с аттракционами, среди которых особое внимание гостей привлекал вратарь и настольный футбол. С самого утра все желающие могли попробовать свои силы и в киберфутболе, чтобы после обеда разыграть футболку сборной России с автографами ее игроков в турнире FIFA 2019.